Одним из вопросов на общекраевой селекторной планерке, которую провел губернатор, стал рост тарифов ЖКХ. С 1 июля в регионе они увеличились на 4%. Коммунальные платежи. Они должны быть прозрачны, понятны. Дальше должны быть не только экономически обоснованы, но и социально справедливы. Для всех, кто эти платежи осуществляет, и для физических лиц, и для юридических лиц, можно было не 4%, а хотя бы 2% ограничить рост тарифов? Нет, не получилось. На самом деле 4% это все-таки та предельная цифра, которая привела правительство Российской Федерации. Иначе у ресурсников возникла бы большая задолженность перед газовиками, перед электриками. Она вот так сейчас серьезная. Поэтому мы обязаны были включить эти расходы в тарифы ресурсников. Особенно внимательно глава региона распорядился следить за теми муниципалитетами, которые самостоятельно устанавливают тарифы на воду, канализацию и утилизацию мусора. Речь о Краснодаре, Геленджике и Анапе. Также во время совещания говорили о завершении строительства социальных объектов – школ, больниц, детских садов и спортивных комплексов. По краю, достаточно еще объектов, которые начаты, имеют уровень готовности где-то 70%, где-то 80%. Если падают темпы строительства социального объекта того или иного в районе, то падает доверие к власти, у жителей района. Это прямая связь. Пообещал, а я не сделал. Поэтому я хочу услышать, когда мы достроим все те социальные объекты, в том числе и школы, детские сады, поликлиники, больницы и спортивные объекты, которые уже начаты и находятся в различной степени готовности. Так уже к концу года должны быть достроены спорткомплексы в Тбилисском и Крымском районах. А в 2018-м обещают закончить работы по акушерско-гинекологическому корпусу в Кореновске. ФКТ.